приветствуем вас на нашем канале сады мира и сегодня речь пойдет о яблоке сорта пинкледи а точнее о методе культивации о методе защиты о методе обрезки и конечно же о пылителях и так удачного вам просмотра защищает единственный способ оберечь иначе говорит они портят полностью урожай это четвертый год урожая 40 фоли и мы можем уже вверх и стану 50 тонн по методу примерно 50 тонн с гектара здесь планируется уже собрать урожай это весь сорт пинкледи и для опылини они поставили вот такое яблоко вот ранетка маленькая мелода фиоры, гранишмит еще мелода фиоры и гранишмит alternатый для опылиния один гранишмит это зеленое яблоко и вот такое дичко яблоко это первое какимиа фруит компании мы им позволили эти два 15-20 дней и мы урожайся русские которые работают здесь и и показывали, показывали, поттали, поттали, и так далее. Если они потом, после того, чтобы они отправили в гиро, что они дают, то есть уже какое-то большее. Как они советуют? Чтобы сюда приезжали, если у кого-то есть большие плантации, приезжает сюда техник, проходит обучение примерно две недели и смотрит, как обрезка, как идет опыление и какие используются технологии. Это единственный самый лучший вариант. Они дают человеку, девочке, которая говорит на русском языке, которая помогает в сопровождении. Грэнни Смит, с какой частотой высажено, чтобы опылять? Инполинаторы, по какой-то пиантам? Они 10%. Они 10 метров. 10%? Нет, а по рядам, то есть вот хватает по периметру или там с какой-то чистотой. Нет, они 10 пианты. Каждые 10, не важно. Каждый десятый ряд? Нет, через десять саженцев одиннадцатый идет опылитель. То есть. То есть. То есть. То есть. А сейчас сейчас не очень полезно. Но сейчас не более экономичный, потому что для ракетов и для ракетов, и для этого не более экономичный? Сейчас, говорит, это очень не полезно садить таким образом, поэтому саживают. Для оборки и урожая, говорит, это очень не полезно. Садить между деревьями. Угу. Угу. Садить между деревьями. Да, говорите. Столбики не везти. Но, говорит, с кемгане есть контракт в Казахстане, изготовляют по ихни технологии столбики, и потом установляют, чтобы не везти… Ок, да? Нет, отсюда. Но, очень важный. Наш агроном говорит, что очень важно, чтобы мы имели агроном, который приезжал по фазендам, и говорит, что именно он может приезжать сюда, обучаться, проходить обучение. Это то, что мы можем дать намного больше, это наш агроном. Благодарю вас за просмотренное видео. Если у вас остались вопросы по приобретению посадочного материала или прохождение обучения на территории Италии, вы всегда можете оставить свою заявочку внизу, под видео, в комментариях, либо зайти к нам на сайт Сады Мира. А пока была с вами я, Татьяна. До скорой встречи в следующем видео.